И всем привет, ребят, с вами Стрыванька, и сегодняшний видеоролик посвящен обзору нового устройства, которое у нас появилось на прошлой неделе на Жигу. Сегодня мы потестируем магнитную смесь, я ее благополучно выбил на одном из стримов, и сегодня вместе с вами мы ее рассмотрим, посмотрим насколько она эффективно работает у нас в матчмейкинге, ну и сделаем какой-то определенный вывод. Играть будем на викинге, по дрону я думаю, что ставим ловкач, ну и сыграем одну катку на, наверное, режиме контроля точек, один из самых эффективных и подходящих режимов для этого замечательного вооружения. Посмотрим, что у нас по итогу получится. Жига с Эми, в принципе, работает примерно так же само, как работает Фриз, и по итогу у нас уже на два продува есть, похоже, одинаковое количество новых донатных устройств. Если сравнивать саму пушку, Жигу и Фриз, то Фриз сейчас в балансе находится поперспективнее, поинтереснее, поэтому посмотрим, быть может, именно с этой Жигой есть какие-то свои определенные нюансы, и она себя будет неплохо проявлять. Так, только я не понимаю, почему у меня фуллэкран не делается как надо, сейчас мы его сделаем вот здесь вот, о, все, переключилось. Закидывает нас на Берлинчик, скатаем, я думаю, что сегодня одну катку. Ну, если это Берлин и это ЦП, то лучше всего мне бы, наверное, было бы играть сейчас в левой зоне, так как здесь находится безумно большое количество респов, но давайте будем смотреть уже по ситуации и тут уже, если что, передвигаться. Главное посмотреть на то, какое количество критов вылетает у нас с этим устройством, если количество критов большое и на постоянной основе у нас наносятся ЭМИ выстрелы. Да, вот сейчас по критам я бы сказал, что все очень и очень даже круто, и если, например, сравнить с теми критами, которые я изначально видел на фрезе, то их по ощущениям было меньше, но посмотрим, что будет у нас в этом плане на дистанции. Криты иммунитетов от ЭМИ против есть всего лишь две штуки, ну и я надеюсь на то, что я на них особо сильно попадаться не буду. Наша задача исключительно протестировать джигу и понять, насколько она актуальна, да, есть ли в ней смысл. Криты залетают пока что довольно-таки быстро. Баллон небольшой у этой джиги, чуть больше, наверное, баллона, который имеется у джиги с компактными баллонами, но этого баллона вполне достаточно, чтобы давать хороший урончик в тайминг. Плюс самое главное, это чтобы у вас как можно чаще появлялись криты, да, то есть если вы наносите урон и у вас сходу вылетает первый крит, соответственно, вы противника оставляете без расходки и спокойнейшим образом можете его уничтожить. Ну вот сейчас, например, крита довольно долго не было, но все равно он вылетел и мне удалось спокойнейшим образом разобрать противника. Ну и по урону здесь у джиги я бы сказал, что тоже все в полном порядке. Поджог также есть, поджог не сильный, но он имеется и я бы сказал, что она смотрится неплохо. По первому, вот именно первым ощущениям она реально смотрится неплохо. То есть если сравнить фриза с Эмми, то фриз с Эмми мне, честно говоря, вот настолько интересным мне казался. Пока что жига меня радует и количество критов здесь, которые вылетают, тоже довольно-таки большое. 11 на 5 мы уже идем, при том, что это огромнейшая просто карта, то это очень даже хороший результат. Если мы здесь закатку можем набить где-то 700-800 очков, то я буду считать, что это очень даже круто. Но вот сейчас, например, за целый баллон ни одного крита не было. То есть если у вас вылетает крит с самого начала, как только вы наносите урон, то считайте, что вы очень круто и грамотно реализовали свое вооружение. Вот, например, сейчас, да, сразу сходу вылетел у нас крит. Ну и понятное дело, что когда он залетает, то вы с легкостью забираете противника. 4 минуты у нас прошло с катки. Я так понимаю, что здесь у нас досрочки не будет. Понятное дело, что жига на таких картах, это, ну, наверное, не самое лучшее вооружение. Но, как бы, компенсируя ловкачом, можно уже, конечно, и доезжать до противника и стараться наносить большое количество урона, что я, в принципе, и пытаюсь здесь продемонстрировать на протяжении этого боя. Но все равно, если вы будете играть на какой-нибудь маленькой карте, там условный сандал-плато, песочница, там у вас будет намного больше возможности реализовать свое вооружение, чем на такой здоровенной, огроменной, большой карте. Так, мне было бы неплохо вообще где-нибудь овердрайв реализовать, потому что я уже на протяжении 5 минут катаюсь по карте, и до сих пор этот овердрайв не заюзал, поэтому будет неплохо, если мы его сейчас даже, вот, например, в таком тайминге прожмем, пару-тройку противников есть, может, кого-то еще дополнительно зацепим, еще и криты у нас вылетают по тысяче. Ну, в принципе, круто, в принципе, круто. Наверное, вот эта жига из всех тех жиг, которые я тестировал, но единственное еще подавление было такое, ну, подавление, мне показалось, поджога особо вообще не наносило. То есть, здесь жига и поджог хороший наносит, то есть, ну, смотрится реально интересно. Если сравнивать с теми жигами, которые я тестировал, да, первые у нас были, то мне они, ну, вообще, ничем не впечатляли так, чтобы я сказал, что, о, вау, круто, реально жестко работает, да. А вот эта жига такая с интересиком. Крит, если вылетает с самого начала, когда вы только раздуваете свой баллон, и на первых парах у вас вылетает критуля, которая уносит расходку противнику, вот сейчас вообще было в тайминге два крита, мне только не повезло, что этот противник имел иммунитет, но так бы я бы два крита бы подряд бы на нем, да, и, соответственно, очень легко мог бы разобрать такой танк. Ну, и вообще статус-эффект Эмми, это самый жесткий статус-эффект, который есть у нас в игре. Понятное дело, что сейчас уже от него имеют очень большое количество иммунитетов, но если сравнивать и иметь разного рода в команде иммунитет, ой, иммунитетные статус-эффекты, то, понятное дело, что статус-эффект Эмми, он самый жесткий и самый, ну, актуальный, я бы сказал бы, да. Поэтому Жига с таким статус-эффектом имеет смысл быть, при том, что Фриз с таким же самым статус-эффектом показывает себя крайне-крайне плохо, да, то есть мне он вообще от слова совсем не понравился. А вот здесь вот с Жигой все получается очень и очень неплохо. Так, давайте стараться, наверное, выигрывать эту катку, поэтому будем сейчас сконцентрировать свое внимание не только на противнике, но и на точках. По правой стороне у нас пытаются здесь ребята контролировать точки. Так, ну, меня здесь будет сейчас пушить, этот замечательный молодой человек, поэтому давайте мы чуть-чуть объедем это дело, сольем здесь сбоку пару танков и попытаемся вот эту вот точку захватить. Ну, пока по сдуванию все вообще великолепно. Мне нравится, как работает. Еще бы такой бы Фриз был бы, было бы вообще супер. А то с Фризом, когда я тестировал там, ну, по ощущениям было, что как будто вообще критов нету, да, то есть ты там полный баллон вдуваешь, это как вот, наверное, баллона 2 Жиги, да, и ни одного крита у тебя не вылетает. Ну, вообще просто печаль. А здесь как-то, ну, с критами все в полном порядке, по крайней мере. Блин, ну, сейчас мне, конечно, здесь очень неприятно отключили мой овердрайв. Но я что-то как-то подзабыл, что это у молодого человека. Страйкер с оглушением. Ну, ладно, ничего страшного. Давайте пробовать тогда контролировать. Наши чуть-чуть тиммейты тут встали по левой зоне. Точки здесь все находятся по правой стороне, а не по левой. Если бы я, конечно, ездил постоянно на респе и пытался бы контролировать позиции, то, ну, наверное, очков бы я бы больше заработал. Но наша задача, конечно же, в таких катках стараться их выигрывать, а не просто катать чисто по прикольчику и ничего хорошего в этом плане не делать. Поэтому будем стараться забирать их и стараться выигрывать. Так. Еще одну забрали. У нас уже пять точек под контролем. При том, что против играет какая-то команда. Ну, это я бы сказал, что очень даже неплохой результат. Резистов, конечно, от Жиги уже понабирали, но, в принципе, резисты Жигу, как и Фреза, особо сильно не контрят. Да, то есть против Жиги и Фреза можно все равно играть. Ну, я имею в виду, именно против Резиста можно все равно играть и все равно приносить большое количество полезных мулов. Ну, и здесь, видите, мне кажется, что Жига примерно похожа на Жигу с адреналином. Да, то есть вот здесь вот именно по характеристикам она очень схожа с Жигой с адреналином, но при этом она со своими критами имеет эми-эффект. То есть это очень и очень круто, когда оно работает именно так. А вот, например, то же устройство, которое было с подавой, да, то есть если, например, сравнить Жигу с подавой и Фрез с подавой, то Жига с подавлением она, ну, как-то не так себя показывала. То есть вот я играл, и я чувствовал, что, ну, что-то не то, что-то не то. Ты там прям едешь и думаешь, блин, ну, как-то не так жестко наносит там урон, не так жестко все получается, не так круто можно реализовать. Да, здесь, если сравнить Фреза и Жигу, то Жига это очень хорошее. 600 очков я уже заработал. Можно попробовать здесь и 1000, может даже какую-то поднять. 1000 для такой большой карты. Это очень хороший результат. И мне было бы неплохо, наверное, прямо сейчас уже прожимать овердрайв, чтобы, блин, не успел аптеку, правда, прожать. Чтобы у нас еще один овердрайв накопился до конца катки. Ну, и было бы неплохо законтролировать правую зону. Сейчас вот чуть больше поиграть по правой стороне и постараться забрать, ну, либо хотя бы те дальние. Дальние, кстати, сейчас наши точки ребята контролируют, но их тоже рано или поздно будет сливать. Главный, конечно, контроль ЦП точек должен быть у вас под самый конец боя. То есть вы можете на протяжении всего боя особо сильно не контролировать точки. Но главное, чтобы у вас под последнюю минуту-две уже была хорошая захваточка. И вы могли на этих парах уже доиграть катку в свой плюс. То есть по ходу боя, да, у вас могут перетекать точки с одной стороны в другую. И где-то вы будете там просаживаться. Но главное, чтобы у вас под конец контроль этих точек присутствовал. И все в этом плане было четко. Поэтому сейчас наша задача вообще было бы круто, если бы мы поехали правую зону забрали. Респов у меня ближе к правой вообще нету. Так как это супер гениальная карта респи только с левой зоны. Поэтому, наверное, даже стоит здесь вот так вот объезжать. Нашу точку базовую уже пытаются захватить. Ну, благо у нас есть хотя бы игроки, которые сконцентрированы и заинтересованы тоже в победе. И катаются в ту зону, которую нужно. Ну, а что касаемо Жиги, то вы сами все видите, как она работает. И мое личное мнение очень-очень даже позитивное. И я бы сказал, что я даже может быть немножко удивлен этой Жигой. Я все-таки думал, что здесь количество критов будет намного-намного меньше. Да, и будет ситуация примерно такая же, как у Приза. Да, то есть, где ты наносишь фулл баллон. И у тебя там, ну, хорошо, если там один крит вылетает. И то под самый-самый там конец баллона. Здесь прям на старте сразу криты летят. И мне кажется, что эта Жига будет актуальна в матчмейкинге. Ну, понятное дело, что не у каждого она будет появляться. Ведь она у нас выпадает только с ультраконтейнеров. Но у тех ребят, которых она есть. И если вы, например, играете там в команде, у вас есть всякие разные статус-эффекты. Там по типу Приза с подавой, Гаусса, например, там с пробитием. Либо Теслы с пробитием. То если у вас в команде будет еще к дополнению Жига именно с Эмми. То на маленькой, там, средней карте это 100% будет работать. Прям 100% железно даю, что оно будет работать. Да. Ну и вообще, в принципе, да. Жига как Эмми эффект. Она для тех ребят, которые любят продува. Она будет вообще великолепна. А для тех ребят, которые, ну, играют именно на том, на чем выгодно играть. То Жига как пушка под безрезист, да. Как пушка, которую можно сменить и одеть именно в определенный тайминг. Она тоже будет очень круто и эффективно работать. Мне лично вот за эти 14 уже практически минут, что мы здесь катаем. Она очень даже неплохо заходит. 35 килов. Но, к сожалению, каточку мы, похоже, и проиграли, да. 25-36. Контроля у нас правой зоны нету. Было бы неплохо сейчас, конечно, попытаться еще зацепить. Ну, либо удержать хотя бы эти точки. Ну, здесь вообще без шансов. То есть, очень большое количество противников залетают на точки. А у нас тиммейты стоят что? А, у нас тиммейт стоит, один другого бьет. Супер, просто великолепно. Один другого бьет на респе за 40 секунд до конца. Ну, это просто, это вся жизнь матчмейкинга, что я могу сказать. Вот в этом моменте весь матчмейкинг, который только может быть в нашей вместе с вами игре. Противник захватывает точки, а ваши тиммейты бьют друг друга, стоя на своем респе. Ну, ладно, ничего страшного. Наша задача все-таки была, по большей части, протестировать саму Жигу. И дать понять тем ребятам, которые, например, выбивают устройство, есть ли смысл в ней. Ну, и вообще, рассмотреть это устройство. Все-таки мы уже на постоянной основе рассматриваем новое устройство, которое у нас выходит в игре. Ну, и мой вердикт по этой Жиге, это то, что эта Жига реально хорошо и эффективно работает. Может быть, даже я бы сказал, что это имбовое устройство. И, ну, железно, просто железно. Если сравнить Жигу с Фризом Эми, то Эми Фриз даже близко не стоит с этой Жигой. Даже близко. Ну, и если сравнить по статус-эффектам, сколько у нас уже статус? Три статус-эффекта есть на Жигу и на Фриза у нас есть четыре. Ну, потому что есть пробитие, которое было уже давным-давно. Да, так новых, получается, тоже три статус-эффекта появилось. Поэтому ожидаем на Жигу. Получается пробитие на Жигу. Следующее будет, наверное. А может и не Жига с пробитием. Не знаю, посмотрим, что будет. Но по этому устройству мне бы тоже хотелось бы узнать вашу точку зрения, исходя из этого видеоролика. Что вы думаете по этому поводу? Возможно, у кого-то это Жига уже тоже есть и он играл на ней в матчмейкинге. Было бы интересно узнать вашу точку зрения. Поддерживайте видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте о том, что у нас есть возможность такой хорошей, солидной поддержки для всех тех ребят, которые вносят копеечку в нашу игру. Это тег создателя контента, который находится у нас в настройках. Открываете настройки, потом открываете аккаунт, крутите вниз. Есть здесь тег создателя контента. Мой личный тег это тег TeamP. Здесь вы его можете спокойнейшим образом выбрать. И, соответственно, если вы его ставите и производите какую-то покупочку за реальные деньги в магазине, вы автоматически меня поддерживаете. Ну и плюс ко всему прочему, у нас в описании есть ссылка на форму, которую вы можете заполнить и поучаствовать в розыгрыше на 2 миллиона кристаллов и на 50 тысяч тонкоинов. Итоги которого будут уже в конце апреля. Поэтому переходите, участвуйте. Я думаю, что кэшбэкнуть такую хорошую циферку всегда приятно. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.